В Токмокском психоневрологическом социальном стационарном учреждении находится около 250 пациентов. Здесь работники учреждения обеспечивают гигиеническим уходом каждого. Так как в интернате нет горячего водоснабжения, здесь используют водонагреватели. Но мощности существующих для всех пациентов не хватало. Четыре корпуса у нас спальных. В каждом корпусе поживают по 70, и в одном корпусе 50 подопечных. До этого мы воду нагревали бойлерами. В каждом корпусе висел по 80 литров. Мы когда купали двух-трех подопечных, вода быстро заканчивалась, и у нас были проблемы. Долго нагревается вода. Нам нужны были солнечные коллекторы. У нас теперь бесперебойная горячая вода. На сегодняшний день в интернате установили шесть солнечных коллекторов. Один на одну тонну – три по 750 литров, и две солнечных водонагревателя – по 250 литров. Как вы видели, на крыше корпусов установлены солнечные батареи. Именно они и обеспечивают энергией для разогрева воды. Например, этот коллектор для того, чтобы разогреть тонну воды. Он на 98% использует энергию солнца, и 2% электроэнергии использует насос для того, чтобы наполнить ёмкость. В Кыргызстане 17 психоневрологических интернатов, постояльцами которых являются свыше 2300 человек. Для их комфортного пребывания в этих учреждениях государство прилагает все усилия, отметил министр труда социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. «И здесь тоже указом президента Крымской республики норма питания была увеличена на 100%. Если раньше норма питания была 100 сом, то сегодня наши пациенты питаются уже на 200 сом. То есть, у них в разы получается качество жизни наших пациентов». Как отметили специалисты, солнечные коллекторы – это движущая сила зелёной экономики. Поэтому в перспективе планируют установить их в других социальных учреждениях, где наблюдаются проблемы с горячим водоснабжением. Айзия Кокматова, Сентроби Киев, Аллато, 24.